Начнем знакомство с jQuery методами для работы с контентом из вот этих вот четырех базовых методов. Из их названий уже понятно для чего они нужны, но тем не менее сейчас пройдемся по каждому из них и я кое-что о них расскажу. Итак, первый метод это метод текст, который не принимает параметров. Он вернет текстовое содержимое всех элементов в наборах, к которому применен. Причем содержимое будет слеплено, так что тут вам уже нужно думать, либо конкретно отбирать каждый элемент с содержимым, в котором вы хотите работать отдельно, ну либо если вам нужен слепленный, то это как раз то, чего вы хотели. Так, следующий метод текст, который принимает символьную строчку, он установит текстовое содержимое, обращу внимание опять всех элементов в наборах, к которому применен, на вот эту вот строчку, которую вы передали. Причем, если вы передадите туда какую-то HTML конструкцию, да, то он не вставит туда HTML, он вот эти вот угловые скобки заменит на соответствующие их коды, да, и содержимое отобразится как текст. Далее, метод HTML без параметров, он вернет HTML-содержимое первого элемента из набора, к которому применен. Вот, к XML-документам данный метод не применяется. Вот, и последний из этих четырех, метод HTML, который опять принимает строковый параметр, он установит HTML-содержимое, но тут уже для каждого элемента из набора. Ну что ж, давайте взглянем на код. Открываем файлик NewContentStart из папочки Manipulation. Здесь мы видим уже знакомую вам конструкцию кода, здесь видим уже готовую дживоскриптовую болваночку. Ну что ж, давайте что-нибудь сделаем простенькое. Например, выведем текст, который лежит в первом нашем блоке Paragraph из документа, да. Для этого что делаем? Применяем selector P и filter first. И к этому элементу применяем метод текст без параметров. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляем страничку, получаем необходимый нам контент. Вот, теперь давайте попробуем его установить, или давайте вот всех вместе получим. Видите, у нас здесь начинается каждый, в общем, содержимое каждого из параграфов начиналось с пробела, да, поэтому мы его сейчас уберем и получим содержимое всех параметров сразу. Сохраняем документик, идем в браузер, обновляем страницу, да, видим слепленное содержимое всех наших параграфов. Окей, идем опять в Dreamweaver. Теперь давайте-ка эту строчку мы с вами закомментируем. И попробуем установить, да, текстовое содержимое чего-либо, да. Давайте попробуем установить текстовое содержимое нашего diva с id divblock. Так, эта кавычка здесь не нужна. На какое-нибудь другое, да. New text for divblock. Divblock. Сохраняем документик, идем в браузер, обновляемся, да. Вот. Что мы видим, да. Во-первых, весь HTML контент, который лежал внутри, заменился на просто соответствующий текстовый узел. Как сделать так, чтобы HTML контент остался или остался тот контент, который там был текстовый до этого, а этот просто добавился, мы рассмотрим в следующих уроках. Я вам специально показал, что такое бывает, да, чтобы потом, когда вы уже сами будете над чем-то работать, у вас паники вдруг не возникало. Снова идем в Dreamweaver, и теперь давайте попробуем проделать все то же самое, но со всеми нашими параграфами, да. Сразу с целым набором. New text content. И тем самым продемонстрируем, как устанавливать текстовое содержимое для сразу целого набора элементов. Идем в браузер, обновляемся, видим, что все наши параграфы теперь содержат одинаковую строчку текста. Идем снова в Dreamweaver, давайте теперь сделаем, поработаем с HTML, да. Эту строчку сейчас закомментим. опять же, прошу прощения, что-то я коротнул. Опять же, будем работать с параграфами, да, только теперь здесь поставим new HTML content, да, и все это положим, например, в заголовочный тег, да, сохраняем документик, идем в браузер, обновляемся, смотрим, что получилось, да. HTML содержимое всего всех наших параграфов заменилось на то, которое мы передали в соответствующий метод. так, и теперь давайте пробуем получить HTML содержимое из чего-нибудь, давайте, пускай это будет div-блок, да, потому что здесь, видите, сколько всего, вот, и ссылка, и спаны, и теги переноса строки, и все на свете, да, давайте только сделаем так, первому параграфу его HTML content, в данном случае это параграф номер 0, заменим, на HTML content нашего div-а. Для этого передадим в метод HTML, примененный к вот этому вот нашему фильтру pairfirst. Это мы удаляем. Результат выполнения метода HTML без параметров для нашего div-блок. Сохраняем и идем опять в браузер, проверяем, что вышло. Ничего у нас не вышло, почему? Потому что мы не указали символ решетки, да, а соответствующих тегов, да, с названием div-блок у нас в документе, конечно же, нету. теперь обновляем страничку, смотрим, что получилось, да, как бы абсолютно весь HTML-код, который был в div-е, вот здесь вот, скопировался нам вот сюда в наш параграф, параграф с индексом 0. Текущий урок на этом завершим и продолжим изучение jQuery метода для работы с контентом в следующих.